Следующий вопрос. Можно ли продавать раба мусульманина человеку неверующему? То есть мусульманин в данном случае являет с кем? Рабом, несвободным человеком. Можно ли его продать неверующему человеку? В этом вопросе два мнения. То, что это не разрешено и не действительно. Это мазаб имама Ахмада и также имама Малик в одном из ребятов от него. И имама Шафия в одном из мнений от него. Потому что в этом унижение мусульманина перед неверующим. Ахадхала Та'ала, а Всевышний Аллах сказал. И не открывает Всевышний Аллах неверующим перед или к верующим дорогу. Второе мнение в этом вопросе. То, что такая сделка является действительной. И при этом, если неверующий купит этого раба, то он заставляется судьей к освобождению этого раба. То есть он купил раба мусульманина. Говорят, это сделка действительная. Но при этом судья тут же заставляет этого неверующего, что сделать, освободить этого раба. Говорит, в этом вопросе правильным является мнение первое, и это мнение также вырвал шейх Ибн Усаймин. Почему? Потому что нельзя заставлять земли, то есть христианина или иудея, который живет на мусульманской земле, освобождать раба, которого он купил на его имущество. То есть это является чем? Несправедливостью. Так же, как ты не имеешь права, допустим, заставить мусульманина освобождать раба, не имеешь права этого сделать. То же самое касается кого? Касается иудеев, и христиан, и тому подобное. То есть земли. Ясно или нет? Поэтому правильное мнение в этом вопросе то, что не разрешено продавать раба, мусульманина, кому? Неверующему. И если такое произошло, то такая сделка является недействительной. Далее.